Некоторые вещи нам кажутся очевидными. Блин, я здесь снова не будка на спирологии. Но некоторые подробности. Слушай, подожди. Мне кажется, будет то, что это плоская земля. Просто по названию, как она начинает говорить, только будка на спирологии. Некоторые вещи не слишком очевидны. Просто понимаете, мы в прошлый раз смотрели ролик. Вы думаете, если бы мы жили на шаре, и он вращался, почему мы тогда не падаем? Не, я просто про то, что... Сонки баутит? Да. Не, не, не. Я просто про то, что мы в прошлый раз смотрели ролик, и нам писали в комментах, что мы выбрали не тот ролик. Выбрали, наоборот, конспирологический, а она, наоборот, занимается разоблачением конспирологии. И мне кажется, сейчас снова ты выбрал ролик, который будет конспирологический. Ну, блин, походу, конспирологический просто люди больше любят. Судя по просмотрам. Вы бы предпочли не сдать. Я Настя Джексон, и все не так, как вы видите. Настя Джексон-стайл. Я узнала некоторые вещи об одном всеми любимом месте. Кто-то там был, кто-то мечтает там быть. Диснейленд. Я вздалека видела. Давайте начнем с самого начала. На самом деле, этот Микки Маус, он аниматроник. Первый мультфильм Уолта Диснея о Микки Маусе. Сейчас я покажу отрывок из этого мультфильма. Нет, скажет, Микки Маус фашист. Что там еще может быть? Точно! Помнишь, там такая тема разгоняется? Про Уолта Диснея. Да, немного как-то крипового даже, я знаю. Но это произвело такой фурор. Это была просто революция. Люди стоя аплодировали этому мультфильму. Затем был оглушительный успех, куча новых мультфильмов. И Уолт Дисней решил построить какое-то место, где поклонники, все фанаты мультфильмов могли прийти и потрогать, пообщаться со своим мультфильмом. Убранный бизнес? Бизнесмен. Он хотел называть вас Венцем. Подожди, подожди. Диснейленд. В данный момент их уже шесть. Два в Америке, два в Китае, во Франции и в Японии. Они, в принципе, разные внутри чем-то, да, отличаются, но правила везде... Чем-то как в парк изучения, да? Да, наверное. Что отличает Диснейленд от любого другого парка аттракционов? Вот сейчас нам скажут. Огромное количество кукол и вот этих диснеевских принцесс и так далее, которые нас веселят, которые в образе постоянно. Да, некоторые куклы выглядят крипово. Я смотрела подборку из 60-х, 70-х годов. Ой, шли как получилось. И в Китае напомнила Чаки Чиз. Вот и аниматроники. Это про пиццерию я рассказывала, историю. Я оставлю ссылку в описании, в общем. Так вот, персонажи должны придерживаться одного простейшего правила. Всегда оставаться в роли, несмотря ни на что. А ведь их каждый день пинают дети, грубо относятся к ним родители. Понимаю. Понимаешь, что, Най, сейчас как ложкой по лбу фигонет. Точнее, все пудово. Тихо за нее смотрит. Она ей надоела. Не доводи, Еврёнка. Диснейленда, бывшие сотрудники, да, которые были этими персонажами, поделились, как они выходят из этой ситуации. Им же нужно, ну, ответить они, конечно, не могут, да, там, кто к ним грубо относится. Но они поделились своим секретом. В Диснейленде есть особая фраза. Которую можно услышать везде. Она звучит так. Волшебного вам дня. Что в некоторых случаях означает... Типа, пошел ты... Типа, пошел ты на... А, да, реально. Волшебного дня. Волшебник. Так это же есть такая, знаешь, как пассивная агрессия. А про себя думаешь такой, соль тебе в отче, соль тебе в отче. Соль тебе в отче, будь че соль, да. Не, такая же такая тема, когда, знаешь, видишь, человек бесится, и такой на тебя на ту улыбку делает, и ты такой, всего вам хорошего. А сейчас, знаешь, такой специальной интонацией. Ну, это же очевидно такая... До свидания. Это как, знаешь, тебе пишут какой-то гадкий комментарий, типа, вот там, какую-нибудь мерзость ужасная, в конце ставят вот такой смайлик с ладошками, такой... Вот это вот. Диснейленде. А я видела, часто так делают. Любой милый смайлик. Вы даже никогда не увидите, как он просто идет с одной части до другой, или, не дай бог, что не ест. Тогда как он вообще появляется на своей площадке? Подземные туннели. Подземные туннели находятся по всему периметру парка. Даже не так. А Диснейленд находится на втором этаже, потому что первый... Это канализация Пеннивайза. Сначала строились подземные ходы. По сути, вся жизнь Диснейленда находится под землей, а снаружи только оболочка. А как насчет игр с подсознанием, которые используются в Диснейленде? Например, запах. Часто нам какой-то запах напоминает что-то из детства. Мы просто его где-то почувствовали, и сразу вот... О, шептун! Пахнет, как папа на... Ладно, не буду говорить. Когда он там попугал в кресло, да? Как это? Знаешь что? Это как, знаешь, парфюм с запахом детской ностальгии. Там, ностальгии по детству. Как бы специально разработали такой, знаешь, кис... Такой палец, как феромоны. А тут такой специально, чтобы тебе был вот этот эффект, видимо, да? В этот момент, да? Некоторые дети, которые возвращаются в Диснейленд уже взрослыми, говорят, что этот запах им сразу... Запах детства? Их детства, потому что вот этот запах Диснейленда. Я жарю, стопудово. Так вот. Угу. А сейчас я скажу, что запах ненастоящий. По всему периметру Диснейленда находятся специальные отверстия, из которых... Шептуны. Пшш-пш-пш. Айрвик. Искусственного. А, конфеты. Ароматизатор. Сейчас давай, айрвик. Пш-пш-пш. Что бы вам снова и снова хотели... Похоже, честно говоря, там решётка такая, похоже, как будто какой-то передатчик, либо какой-то говоритель. Как будто у диффузора должна быть не сеточка. Похоже на теряться просто. Да, потому что как будто диффузор, он подаётся же под напором, и там обычно такое маленькое отверстие. Пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс. А тут такой... Прям какая-то газовая атака уже. ...запах Диснейленда и опять вернуться туда. Окей. Музыка. Есть одна песня, этот маленький мир. Она звучит на бесконечном повторе. В аттракционе ты въезжаешь в сказку. А, ты Шрек троллил, помнишь? Помнишь, у Шрека как раз тоже была пародия на эту тему, когда вот это вот открывалось, помнишь, когда они пришли в город, в Фаркуаду замок. Веселись, дружок, та-та-та-та-та-та. Помнишь, или пели песенку вот такую навязчивую? Мне кажется, как раз они утроллили вот эти вот парки развлечений Диснея. Это же Дреборгсов мультик. Это для человека. Эта музыка как будто зомбирует. И на это есть причина. Разведка США использует метод повторяющейся мелодии, чтобы расколоть преступника. И знаете, какую песню... Пытки. Они используют чаще всего... Вот это вот! Этот маленький. В комментариях под видео с этим... Оооо... Пытают. ...пытают люди, которые там застревали. И они пишут, что это было равносильно аду. Вы никогда не испытывали настоящую муку, если не застревали в этом аттракционе. Останки людей. Диснейленд. Я не шучу. Когда был построен аттракцион Пираты Карибского моря, декоратор подумал, что искусственные скелеты не похожи совсем на настоящих, и решил использовать настоящие. И их использовали в качестве декорации достаточно долго, пока не появились более реалистичные декорации скелетов. Но один скелет все же оставили... Взгляните на этот скелет. Чей же? Чей же? Мне кажется, даже сразу видно, что скелет, который находится... Буратино? ...на изголовье кровати. Это настоящий скелет, человеческий. Среди людей очень долго ходила эта байка, пока это не подтвердило... Это большой. Не, сложно... ...блин, надо говорить это с позитивом, как будто байтит просто жестко. Не, ну, типа, я не знаю, насколько это нормально или ненормально. Просто мне сложно говорить, у меня немножко профдеформация. Мы просто когда в универе учились, у нас были пластиковые всякие костяшки, знаешь, и были настоящие. Я помню, у нас вечно была драка за настоящее. Потому, что настоящее лучше запоминается, потому что всё качественно, потому что как в жизни, анатомически, как есть. И там, может, обородки, все дырочки, всё это запомнить, выучить. А на пластиковых хреновато сделано. Но я не знаю... В случае медиков понимаю, зачем. В случае этих парков развлечений не понимаю, зачем. Там всё равно муляж, залегание, хрена же не видно. Тебе не нужно обородки учить. Раньше не было качественно чего-то, да? Плохо делали. Видишь, а настоящий сразу видно настоящий. Самое жуткое не это. Диснейленд просто весь окутан прахом людей. Люди используют Диснейленд как особое место, где они развеивают прах умерших. Допустим, человек, который желал, чтобы его развеяли в Диснейленде. Или это был ребёнок, да? Сотрудники всеми силами... Какой-то родитель принёс прах своего дитя, да? Развеял в Диснейленде. Высыпал туда, да? А потом его метёлкой вымесли в мусорку. И в мусорку. И получается, что на мусорке лежит. Ну всё. Вот так вот. Надо было... И куда отмечать, получается, ездить на поминки? Не, у них же там плитки... Не-не, на кладбище там плиточки такие есть вроде. Это как-то предотвратить, остановить. Но у них не получается. В Диснейленде даже есть особый код ВИ, который означает вызов уборщика, чтобы он подмёл прах. Приходит уборщик, просто подметает, да? Чью-то бабушку, дедушку. Уборщик прахатель. И мусорку. Это вообще нормально? Как вообще можно... Ну, который в смысле прах убирает? А как его ещё назвать? Ну, и как он ещё называется? Отпрахал. Ну, не серьёзно, бабушка, дедушка. А чего перетащили бабушку, дедушку в Диснейленде? Ну, типа, странно. Так, его звуя праха теряю. Нам можно прахать бабушку. Тихо, тихо. Диснейленде это строго запрещено. И я вообще не думаю, что кому-то будет приятно, чтобы в их мороженое прилетела чья-то бабушка, да? Ну, вы поняли. Если все эти факты вас вообще не пугают, и вам всё равно, вы бы всё равно хотели посетить Диснейленд, значит, они всё делают правильно. Все эти факты делают Диснейленд таким, какой он есть. Остальным паркам остаётся только завидовать. Да, у нас здесь директор. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что люди приходят к вам в парк, чтобы развеять прах своих умерших родственников? Люди приходят к нам в парк. Да пусть хоть целое тело кинут. Нам вообще насрать. Лежу, приходили. И всё-таки она... О, про землю, видимо. Так, интересно. Вот, это дихлобус. Нет, подождите. Это не то, что вы подумали. Всё же, закинули экран. Да, я не побоюсь рассказать о теории плоской земли и вообще, почему я об этом говорю. Для начала скажу, что... Нет, я не сторонник этой теории, чтобы вы не разочаровывались, да? Просто... Вы же не думаете, что плоскоземцы, будем их так называть, да? Просто говорят, «Хм, если земля круглая, тогда почему я не падаю?» Нет, это не такие люди. Мне кажется, так и говорят многие. Это совсем не так. И когда я расскажу вам подробнее... Я сразу вспоминаю этого мальчика. ...почему эти люди так считают... Он легенда. ...все интересно. Вы будете в шоке. Со следуя американского блогера... Из какого блогера? Давайте дочитаем до конца, как его зовут. А снова тот же самый чел? Очень быстро призвали. Тот же самый чел? Вы будете в шоке. А, ну, конечно. Шейн Доусон... Вообще, тот же самый чел! Конспирологической теории. Как это же тот же самый чел, походу? Он говорит, Шейн Доусон... Нет, мозговзрывающие конспирологические теории у него называются. Да, да, да. По-моему, это тот же чел, который там эту пил, как его там... Досанью эту воду, или что-то такое там... Пшикал-пшикал. Это же Родион был. Расследование и конспирологические теории не должны сочетаться в одном месте. Он, может быть, разоблачает эти теории, либо он их собирает. Как выглядит наша Земля? Фотографии, да? Какие мы обычно видим фотографии? Мы привыкли ее видеть такой. А что и случилось? Но она немножко... Что ни одной фотографии Земли не существует. Невозможно сделать один такой снимок, чтобы на нем поместилась вся Земля. Все эти снимки, которые мы видим в интернете, сделаны из разных кусочков. Из кусочков. Из фотографированных разных частей Земли и собранных воедино. Иногда даже, когда мы приближаем, то на картинке видно, что облака просто скопированы. Есть сотрудника НАСА, который говорит, что да, иногда бывают промежутки между фотошопами, поэтому их нужно просто фотошопить. Все. Просто... Эта станция космическая, она же не так сильно далеко от Земли, чтобы все заплатить. Не, понимаю, но я же спутник, который отправляют на дальние экспедиции, да, на какие-то... Они же могут пока отлетать, фоткать. Ну, я думаю, они и фоткали. Я думаю, есть такие. Ну, типа, просто не такие красивые модели. Просто они отлетают, они могут сдалека сфоткать шар, но не могут как бы облететь Землю так далеко, они как бы уже отдаляются. Они же в один конец, они такие. То есть в ракурс вообще можешь попасть, но только одна сторона Земли. Ну, я понимаю, да. И видеть, что она... Так вот, она просто не вот так находится, а вот так повернута, она как тарелочка, боком. Получается, мы все равно... Получается, мы ходим боком, вот так вот. Да! Ты понял? То есть ее вот так вот рисуют плоской Земли, а на самом деле вот так вот, потому что она отлетела от шарика, ее так вот сфоткала, как будто круг, а на самом деле там сзади она плоская. Получается, в Северном Арктика. Да? Ласказенцы считают, что на самом деле Южный полюс это барьер Земли, который находится по окружности. Что? А Северный полюс это как раз серединка. Итак, Земля это... Типа край земли-ледики. Окруженная Южным полюсом, которая на самом деле барьер Земли. Отсюда... Это как стена в Игре Престолов. Да. The Wall. Мы все живем в симуляции. Знаете, как в компьютерных играх, где ты просто не можешь бежать дальше, потому что эта область просто... Так это же другая теория про симуляцию. Да, да, да. Мы просто видим барьер. Самое интересное, что Илон Маск тоже верит в теорию, что мы находимся в симуляции. Ну, я не удивлена к заповоду того, что это в это верит Илон Маск, на самом деле. Учитывая, что он там бывает говорит интересного. И тогда все смотрели и просто увидели. Окей, ну, земля круглая, это видно. Но! Ну, может, сфоткали землю. Какой-то странный фотошоп. Какой? И на одну секунду картинка стала такой. Это что? Сняли в студии? Монтаж! Сняли в студии и так оставили. Все. Сняли в студии ситуацию так. Вы можете видеть, что это реально, потому что выглядит так фейк. Вспомним. Мы не хотим больше CGI, если это фейк. Но плоскоземцы считают, что на самом деле Илон Маск это все подстроил, чтобы дать подсказку на то, что мы живем в симуляции. Но инженеры говорят, что это был просто глюк в системе. Что машина летит на такой... Илон Маск это посланник. Он, знаешь, как Нео. Ну, знаете, это как глюки, когда плохая видеосвязь. Не, просто я говорю, мам, я же всегда мечтала в Норильск никогда не попасть. Зачем ты меня заставляешь? Все верно, скажи. Я скажу... Связь заела, блин. Я оплатил, иду еще. Окей. Вот. Я думаю, я просто все скажу, как есть. Не, просто я не думаю, что... Что-то опять. Сбои матрицы. Нормально все? Нормально, мама там флексит. Мама лечит. По которому никто не имеет права посещать Антарктику. Южный полюс. Да, конечно, вы можете путешествовать под присмотром, под надзором кого-либо. А то вдруг через стену перелезут и свалятся в космос. Дурачки. Упадут вниз. Ну. Вообще. Туда, туда. Там блин вообще пролетают. Там и черепаху посмотрят, и слонов, и китов, на которых там все это стоит. Ну, что это такое? Ну, ни за что вы не сможете пройти вглубь. Вас просто не пустят. Там запрещено летать на самолете, и вообще это закрытая территория. Лоскоземцы считают, что потому что там край земли. знаете, что еще интересно? Обратите внимание на знак Организации Объединенных Наций. Ничего не напоминает? Нарисована Земля. Точно. Вот оно. Вот так оно инверсовано. А вокруг это ледники. Ну, это же колоски. Нет, ледники. Ну, типа, они скрывают людям под колоски, но на самом деле они понимают, что это... Ну, почему тогда полностью не заключен в кружочек? Почему с какой-то стороны дырка? Так, для красоты. Что, типа, есть кое-какое-кде лазеечко, где можно выйти. Поэтому они белого цвета. Поэтому нужно их искать. Это не просто еще венок белого цвета, значит, что это лед. на голубом фоне, а голубой фон это океан. Жесть. Нам нужно табличку с сарказмом ставить или нет? Нет. Хорошо. Блоскоземцы считают, что это некая подсказка. Однажды в самолете, который летел из Филиппин в Лос-Анджелес, у женщины отошли воды и она просто начала рожать. Тогда самолет было принято и посадить где-нибудь. Они могли либо развернуться обратно на Филиппины, либо сесть там, где ближе всего. Знаете, где сел самолет? На Аляске. Если посмотреть на карту мира, то это очень странно, потому что в этом нет никакого смысла. Но если мы посмотрим на карту плоскоземцев с северным полюсом посередине, то все становится на свои места. Окей, это все доводы плоскоземцев. То есть, когда женщина рожала, там могли просто сказать мы вас не пустим, а Али сказали мы вас пустим на посадку. И они такие, все, они села сели, потому что Аляска ближе. Просто они вылезут на Аляске, там же холодно, ее вода замерзнут. Почему вода замерзнут? Тут же смысл в том, что типа Аляска ближе, и поэтому она так все структурирует, она что-то прям в центре. Но они не подумали, что когда она выйдет, вода замерзнут. Ее, отошедшая. Просто как они считают, какие у них факты, да? Вот. Главный вопрос. Хорошо, хорошо. Зачем правительству скрывать от нас это? Даже если бы это было правдой, да? Зачем? Чтобы паники не было. Чтобы люди не попадали. Дело в том, что мы живем на шарообразной планете, делает нашу жизнь существенной. Я лучше, знаете, я включу комментарии брата Шейна Долсона, да? У которого я, в принципе, узнала про эту теорию. Он очень хочет верить в эту теорию. И вот, что он говорит на этот счет. Грубо говоря, они просто хотят, чтобы им позволили в это верить. Потому что они хотят в это верить. Я хочу в это верить, и все. Вот и все. Это люди, те, которые верят в всемирные заговоры, вот эти теоретики, скептики, и так далее. А потом приход кем-нибудь секты остаются без копейки в кармане, с миллионами долгами, и дом заложен там банком, да? И вот это вот все понеслось, потому что они очень легко внушаемые. Ну, блин. Мне кажется, можно сравнить их с теми, кто стоит на улице и держит табличку «Конец близок». Отвержены. Отвержены. Я смотрела статью на эту тему, и о них говорят так «Общество отверженных людей, которые нуждаются в поддержке». Теперь вы понимаете, кто такие плоскоземцы и зачем им все это нужно? Отвержены. Или вы теперь с ними? Все. Он хочет меня убить. Недавно я вспомнила про один инцидент, который произошел в 2009 году. Мне показалось, что об этом забыли, и я просто решила поинтересоваться подробностями. Ведь Крис Браун избил Риану. Я даже тогда, когда это произошло, думала, может быть, это все-таки вранье. Я не могу в это поверить. Но я узнала подробности. И сейчас я вам расскажу, как все было на самом деле. В 2009 году все видели, как Крис Браун встречается с Рианой. Ну да. Вообще, это было очень круто. Я тоже слышала такое, что у них там было-то вот, дочь. Вроде как у них все было счастливо. И тут внезапно мы видим... Но она сейчас уже типа вроде, она уже ушла, у нее уже вот недавно она родила вроде одного ребенка, и сейчас вот вроде новость на вторым каким-то беременна, там с маленьким промежутком времени, что-то такое вот. Фотографию. Скажу, очень интересно. Я узнала эту историю, как Крис Браун приревновал Риану и бил ее головой о парприз. Это то, что я знала. Парприз? Но Крис Браун дал интервью. И все, что я буду рассказывать дальше, это происходящее того дня из интервью Крис Брауна. Накануне Грэмни 2009 года, им тогда обоим было по 21 год, Риана с Крис Брауном ехали в его машине. А, в машине? В машине. На... Ветровое стекло. Ветровое стекло. Дословно на русский. Сказали бы в машине, как был. Блин, оу. Сегодня вечер просвещений. Парприз. И тут ему приходит смс. Риана решила, что это смс от какой-то девушки из окружения Крис Брауна, вроде как его помощницы, с которым у него была интрижка. Риана взяла телефон и начала кричать «Я тебя ненавижу, ты мне все это время врал», и бить Криса, пока он едет за рулем. Крис Брауна сказал, что Риана хватала его за яйца, тот кусал ей руку, в общем, происходило что-то вообще невероятное. Сигармонать. Ну, ты можешь остановиться, например, съехать на обочину, но нет. И типа, если она тебя там как-то тоже... Подожди, подожди, заслушать. Ладно, ладно. По стороне. Ладно, хорошо, извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь. Вдруг реально она его избивала. Да-да-да, поэтому сразу видно, у кого синяки. Давай-давай. Когда Крис ударил ее кулаком в лицо, как он сказал, это был один удар. Да, один, смотри, как видно, один. ты не скажешь, да? Один. Просто очень мощный. Крис говорит, когда я увидел ее лицо в крови, я понял, что я переборщил и, о боже, что я наделал. Я буду отбить от тебя, когда мы домой и на другой момент, сейчас я буду убить тебя. Я знаю, ты говорила, что это, чтобы уничтожить меня. А ты его слова и что? Риана плюнула в него кровью, взяла ключи от машины, вышвырнула их на улицу и выбежала с криками «Помогите, он хочет меня убить». Крис Браун смылся с места преступления, можно сказать, но потом вернулся и добровольно пошел в полицию и признался, что да, действительно, это он сделал. И ему дали пять лет условный срок и полгода исполнительных работ. Кстати, мама Крис Браун была... Что, когда у нас такое происходит, ничего вообще не делают? Типа? Нет, он звезда известный. Обычно отмазывают, сразу там, откупают как-то там. У нас же сейчас скандал с Харви Ванштейном. Ничего себе. Которого... Пять лет уже условки дали и отрабатывал, ничего себе. Нет, так это... Есть же скандал недавно был, ну как, с Харви Ванштейном, которого обвинили в там этих всех домогательствах и все похлеще, я не буду говорить, сантура Ютуба и все остальное. И ему там дали очень большой срок, то ли 27 лет, то ли сколько-то еще. Хотя он очень большая шишка, очень приятельный там продюсер, у которого там тоже была куча там друзей и все остальное. Вот как-то так получилось. На стороне Рианны и даже в суде мама Крис Брауна сидит возле Рианны, на ее стороне. Можно подумать, окей, это была первая любовь Рианны, она его вообще, в принципе, не винила, говорила на интервью Опры о том, что ей очень жаль Криса за то, что какой хейт он после этого получил. И это еще не все. В 2012 году они снова встречались, снова встречались. Реальный человек, который представляет как самую могущественную, самую вот сэвидж, да, это про нее. Ее образ не сопоставлялся с тем, что она сделала, да, вернулась к этому парню. Почему? Ну да, потому что это образ. Ну, блин, очевидно. А по характеру? Что если он ее один раз ударил, отбивался, да? Я такая, о, мне как это понравилось, да? Она такая, а, все, я тебя засажу. Пошла перед полицейским участком головой, избила себя, потом пришла, говорит, он меня избил. Это как в фильме «Исчезнувшая». А он говорит, как? Я же один раз тебя ударил, а ты мне, а тут столько щеняков. Я сам не знаю, как это случилось. Ты просто пересмотрел фильм «Исчезнувшая», да? Почему она вернулась? Может быть... А почему она вернулась? С добавкой? Блин, ну, а почему люди не уходят? Почему столько случаев, когда мужчина-женщина, это мужчина-женщина побьет, а она заявление потом из полиции забирает? было. Когда они встречались, они всегда ругались и дрались. Крис рассказывал, что они постоянно поднимают друг на друга руки, но они известны в личности, и они не могли выходить в синяках, поэтому лицо они не трогали. Короче, они брали мыло, за полотенцем заматывали, чтобы-то мне было видно. Риана признавалась Опре Винтри, что ей было стыдно перед всем миром после этого, что она полюбила такого человека, что она не рассталась с ним раньше, что она терпела все эти абьюзивные отношения. Даже Риана боялась, и теперь она очень жалеет, что тогда не сказала всем девушкам и не поставила себя в пример, что вот такое произошло, надо уходить. Это не то, что я хочу учить людям. Молодая девушка убила, я не могла быть легко с этим. Опра Винтри сказала эту фразу. Это должно случиться семь раз, прежде чем женщина уйдет. Ничего себе, прям какой-то счетчик. Семь избиений? Знаете, я даже боялась кому-то об этом сказать, потому что она считала, что несправдно... А если третий будет летальным? Какие-то премудрости от розысия битвы, как будто. Семь раз, на восьмой уже можно уходить. Уже наверняка, да. Напоминает историю с О'Джей Симпсоном, да? Где никогда Николь никому не говорила, что О'Джей ее преследует и ее избивает. И поэтому для всех был шок, что произошло потом. Я оставлю ссылку в описании, что... если вы не смотрели видео. Фанаты Рианы до сих пор ненавидят Криса Брауна. Вообще, его терпеть не могут. Любой его комментарий у нее на странице, там такое творится. Ну и действительно... Фанаты Криса Брауна, наверное, ненавидят Риану. Можете себе представить, он набил на шее татуировку избитой Рианы, хотя сам он в этом не признается. Представьте, набить татуировку избитой тобою женщины. Да, вроде просто нарисовано как в этом стиле, как знаешь, это маска смерти из этих мексиканской культуры. Нет? Или ты думаешь, что типа такой специальный троллинг был? Ну, лицо вообще похоже на Рианну вроде как. Ну, что-то есть такой вот скул и глаза. Каким надо быть человеком? Ну, знаете, Рианну нашла себе парня, да, Саброхи, ее новый парень. Че, один рэпер? Знаете, кое-кому... А сейчас я не знаю, с кем она. А он как? Парня или мужа. Есть у меня одна знакомая. Не, я только надеюсь, что никакой псих сегодня не пройдет, потому что у него уже сил просто нет. И это... Это правда работает? Послушайте, послушайте, догаданий. Я была молодая, бедная. Сейчас я больше не молодая. Давайте начнем. отлично. Мне нужен бедный муж. Мне почему-то и в лево напоминает. Зачем они любят искренне деньги? У нас будет много общего. Я люблю деньги. И мы оба сеть будем и любить деньги без денег, да? Вас родила женщина. Как она узнала? Жесть. Из ВДЖА... Ладно. Вы учились в школе. Вы учились в школе. Как вы узнали? Вы уже гадали, да? Дважды. Я проходила тест. На ком засмеешься, тот и будет твоим суженым. Погнали. Это похоже на это гадание, знаешь, по волоску. Мерешь волосок, накорчеваешь на палец, говоришь мужские имена по алфавиту, на каком волосок основе. Ну, вряд ли ты бы гадал. Так, на суженую, то значит, тот и будет твоим мужем. Я в один раз покутанулся. Кто? Вот. На ком посмеяться. Это не сработало. Ну, с такими темпами... Откуда у вас это? Это? Да, приходил какой-то мучачий, что-то там плакал, с кем-то там расстался, кинул сюда эту бишутерию, надо им выбросить. Возможно, Шелли не знала всех драгоценностей в мире, но дабы никогда не спутала украденное в Париже кольцо Ким Кардашья. Я верну ему. Можете на меня. Что же за такси пошел? Подожди. Какие странные скетчи такие. Мне отключили монетизацию на канале. Грубо говоря... Вообще? Мой канал больше не зарабатывает. Глянь, да. Почему? Почему? Потому что нашли старые мои видео с авторским правом. Да, этот день настал. Так что, прежде чем просить мне монетизацию обратно, мне пришлось удалить все эти... Блин, прикинь, так радовалась, что вернула два года назад, а потом всем отфигачили монетизацию. Ну, в смысле, в России вы перестали рекламу показывать. 30 видео. Сказалось ли это на имиджи канала и вообще на статусе и вообще... Конечно, 130 видео удалено. 130 видео. Жестко. Я знаю, что вы знаете, что ваш комментарий помогает развитию моего канала. Как насчет 3000 комментариев? Уже миллион 800. Не знаю, мне кажется, прикольно. Ну, цифра такая, 3000 комментариев. Ладно, все, мне очень ловко всегда это говорить. 13 тысяч. Прикинь. Сработало. Короче, вот такая получилась реакция. Спасибо за просмотр. Пока. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может, лучше это? Сложный выбор.